Прошлые выборы в Госдуму стали тревожным звонком для Кремля. Но на этот раз подобной волны протестов, как в 2011-2012, не будет, уверены эксперты. В Кремле заранее позаботились об исключении оппонентов из борьбы. Оппозиция крайне тяжело получить доступ к эфиру на телевидении, особенно в регионах. Кроме того, нередко власти мешают организовывать встречи с избирателями, так что влиять на общественное мнение оппозиционерам крайне трудно. С тем, что манипуляции происходят еще до выборов, согласны и другие немецкие эксперты. Все государственные ресурсы работают на единую Россию. Госслужащих вынуждают голосовать правильно. Оппозицию дискредитируют всеми возможными способами, в том числе и при помощи СМИ. Демократическим партиям, в том числе Парнас и Яблоко, до Думы вряд ли дотянутся. И это, несмотря на такой либеральный шаг, как снижение проходного барьера с 7 до 5 процентов. Мажоритарных кандидатов, даже таких ярких, как Рыжков или Гудков, убирают с дистанции региональные власти. В то же время, так называемая карманная оппозиция не сходит со страниц российских СМИ. Такой информполитикой, подчеркивают эксперты, власти добились того, что явка, судя по всему, будет крайне низкой. А партия власти вновь получит конституционное большинство. Масса избирателей поддерживает политику Путина. Но экономические ожидания на будущее не такие оптимистичные. И это может отразиться на результатах выборов. При этом Центризбиркомом сейчас руководит Элла Памфилова, а не одиозный Николай Чуров. Эксперты считают это не столько проявлением либерализма со стороны Кремля, сколько тонкой манипуляцией общественным мнением. По-настоящему грубых фальсификаций в день выборов эксперты ожидают разве что на Кавказе, где в пользу единороссов могут проголосовать почти 100% избирателей. Впрочем, говорят немецкие эксперты, куда интереснее будут не сами выборы, а перестановки во власти уже после голосования. С прицелом на следующие президентские выборы.